Девушки отдыхают 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 Он по-прежнему объявлен Федеральный розыск Сейчас следователи Допрашивают задержанных И проверяют Их причастность К совершению Ряда других преступлений И к другим темам Полицейские изъяли Из продажи Пиротехническую продукцию Реализуемую С нарушениями Сигнал о незаконной торговле Поступил от одного Из жителей Областного центра Продажа салютов И пиротехники Производилась В ненадлежащих условиях Ее использование Могло закончиться Трагедии Индивидуальный предприниматель Торговал на улице Отмечу, что В соответствии с действующим Законодательством Торговля пиротехникой Должна осуществляться В магазинах Павильонах И киосках В которых обеспечена Сохранность продукции А также исключено Попадание на нее Прямых солнечных лучей И осадков Сотрудниками полиции Была проведена проверка В ходе которой установлено Что Индивидуальным предпринимателем Был заключен договор Аренды с торговым центром По которому он должен был Реализовывать Пиротехнические изделия На одном из этажей Данного торгового центра Но мужчина Самовольно занял Территорию На парковке Прилегающей К данному развлекательному заведению Полицейские Изъяли более 500 Единиц пиротехнических изделий Нарушителю теперь Грозит наказание В виде ареста На срок до 6 месяцев Сотрудники Правоохранительных органов Призывают Нижегородцев Отказаться от Приобретения салютов И пиротехники В местах Где условия Хранения продукции Грубо нарушаются Кроме того Во избежание Несчастных случаев Помните Об элементарных Правилах Применения Пиротехнических изделий Из соображений Пожарной безопасности Использования Салютов И петард В помещениях На крышах И балконах зданий А также На территориях Взрывоопасных И пожароопасных Объектов Объектов Культурного наследия Кладбищ Заповедников И спортивных стадионов Строго запрещено Применение Пиротехнических изделий Недопустимо В местах Массового скопления Людей За это Предусмотрено Административное Наказание В виде штрафа Для того Чтобы праздник Не обернулся Трагедией Пользуйтесь Инструкцией По эксплуатации Пиротехники Она должна быть Написана На русском языке При выборе Салютов Обратите внимание На класс опасности Он должен быть Указан на упаковке Оптимальный Класс опасности Для любительского Использования Второй Проверьте Также Срок годности Продукции Использование Просроченной Пиротехники Может привести К ожогам И серьезным Травмам Покупать изделия С поврежденной упаковкой Также не стоит При покупке Салютов И петард Лучше проявить Бдительность И попросить Продавца Предъявить Сертификаты Качества График работы Общественного транспорта В Нижнем Новгороде В новогодние праздники Изменится Не станет Исключением И канатная дорога 31 декабря Переправа Будет открыта С 6.45 утра И до 19.00 Об этой И других новостях Расскажем далее В рубрике Короткой строкой 1 января Канатная дорога Откроется в 12.00 И проработает До 22.00 Со 2 по 8 января Переправа Будет функционировать С 9 утра До 10 вечера Технических перерывов В праздничные дни Не запланировано После 8 января Канатная дорога Продолжит работу В обычном режиме В Нижегородской области Продолжает работу Программа капитального ремонта Лифтового оборудования Новые подъемники Уже появились В многоэтажных домах В Арзамасе Представители приемочной комиссии Оценили качество И внешний вид лифтов Жители дома Современным бесшумным оборудованием Тоже остались довольны В фонде капитального ремонта Подчеркнули Что в рамках реализации Программы текущего года Лифты будут заменены Более чем в 600 домах Нижнего Новгорода и области Это количество За последние 30 лет Рекордное Отмечу, что устаревшим Считается лифтовое оборудование Введенное в эксплуатацию Более 35 лет назад В Нижнем Новгороде Открылась рождественская ярмарка Жителям столицы При Волжье Предлагает приобрести Товары местных производителей По доступным ценам Аграрии предлагают Широкий выбор продуктов К новогоднему столу Говоря о секретах успеха Местные производители Признаются Добиться высоких результатов Удалось благодаря Областным программам поддержки Среди которых Гранты для фермеров На открытие собственного производства Льготные кредиты На оборудование И субсидии На строительство Современных животноводческих комплексов И теплиц для выращивания Сейчас уже посадили впервые в области Сады интенсивного типа Это будут наши нижегородские яблоки Которые не только будут самыми вкусными Но они имеют свойство уже лежать Сейчас идем переговоры По грибоводческому комплексу Шампиньоны, диетические вешенки На прошлой неделе я провел переговоры По ягодному клину Будем заниматься малиной Клубникой Ежевикой Будем заниматься голубикой С тем, чтобы не только Привозная у нас была эта продукция А своя собственная Потому что если мы знаем технологию Если мы знаем в каких хозяйствах Мы уверены, что это будет хорошая качество Приобрести товары от местных производителей Можно на Нижегородской ярмарке До 30 декабря Ни один россиянин не может представить себе Новый год без елки Мандаринов, игристого и, конечно, голубого огонька Мы тоже решили снять свою нижегородскую версию Главной новогодней телепередачи В ночь с 31 декабря на 1 января На Первом городском телезрителей Будут развлекать участники проекта Звезда Краоки Почти полгода весь Нижний Новгород Непрерывно следил за участниками Нашего музыкального шоу Звезда Краоки Вместе с конкурсантами Нижегородцы переживали все взлеты и падения Поддерживали своих фаворитов И ждали новых выпусков шоу В новогоднюю ночь В эфире Первого городского телеканала Участники конкурса Звезда Краоки Выступят на одной сцене С профессиональными музыкантами Посетить гала-концерт конкурса Звезда Краоки А также принять участие в съемках И поздравить нижегородцев с наступающим праздником Мог любой желающий Поэтому в новогоднюю ночь Смотрите на своих родных и друзей В эфире Первого городского Новогодняя ночь Это, пожалуй, первый подобного рода масштабный телепроект В Нижнем Новгороде Мероприятие объединило горожан, талантливых певцов И телевидение В канун Нового года пришло время подводить итоги В том числе итоги первого сезона конкурса Звезда Краоки В эту новогоднюю ночь в 22.30 Включайте первый городской телеканал И вы узнаете, кто же завоевал почетный титул Звезды Краоки Нижнего Новгорода И получил главный приз от партнеров конкурса Ну и далее информация от наших партнеров Мы прервемся ненадолго И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска И снова массовая авария из-за невнимательности Кто устроил ДТП на Бикетово? Сохранить башни Нижегородского Кремля Задача на 2017 год Сколько денег потратили уже на разработку проекта? Ёлочная игрушка с логотипом любимого телеканала Нарисованный снеговик и много других новогодних украшений Подводим итоги нашего новогоднего фотоконкурса Вы смотрите службу новостей города и мы продолжаем Водитель Митсубиши устроил крупное ДТП в Кстовском районе На трассе мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу Он совершил столкновение с автомобилем и сбил троих пешеходов После чего иномарку отбросило на путепровод В аварии пострадали пешеходы Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести О других криминальных новостях расскажем далее в рубрике «Место происшествия» На улице Бикетова произошла массовая авария Столкнулись три легковых автомобиля По предварительным данным водитель отечественной легковушки выполнял обгон автомобиля Hyundai Мужчина не справился с управлением и врезался в заднюю часть иномарки От удара Hyundai отбросило в сторону Он столкнулся с припаркованным на обочине проезжей части автомобилем Транспортные средства получили повреждения передних и задних частей В аварии никто не пострадал На трассе Дзержинской Шетихо неизвестная едва не стала жертвой ДТП Девушка шла прямо по проезжей части Водитель вовремя заметил пешехода и ушел от столкновения по встречной полосе движения В Сарове водитель грузовика едва не спровоцировал аварию При обгоне легковушки автомобиль чуть не выехал на встречную полосу Из-за резкого маневра на скользкой дороге грузовик начало заносить Однако водитель справился с управлением и продолжил движение И к другим темам на разработку проекта по сохранению башен Нижегородского Кремля Выделено 20 миллионов рублей Администрация области объявила конкурс планов реставрации объекта культурного наследия Заявки на участие в торгах принимаются до 17 января следующего года Об это и других финансовых новостях расскажем далее Спонсор показа финансовой новости Кредитный потребительский кооператив Центральный сберегательный Для участия в конкурсе необходимо разработать документацию по сохранению участков стен Кремля От Зачатьевской до Борисоглебской башни и от Борисоглебской до Георгиевской башни Главное условие предъявляемое к проекту сохранение архитектурного облика реставрируемых объектов Проведение работ по реконструкции планируется завершить в ноябре 2017 года Нижегородские власти выделили на региональные авиаперевозки в 2017 году 38 миллионов рублей Сейчас решается вопрос о выделении федеральных субсидий на финансирование рейсов из Нижнего Новгорода Дополнительные средства необходимы для увеличения уровня пассажиропотока Привлечение субсидий будет необходимо до тех пор, пока маршруты не выйдут на самоокупаемость Только 13% работодателей в России планируют премировать сотрудников в конце 2016 года Как отмечают аналитики, такая низкая цифра связана с нестабильным финансовым состоянием большинства организаций Часть компаний по итогам года будет выписывать дополнительные денежные вознаграждения выборочно А в половине российских компаний премии для сотрудников и вовсе не предусмотрены К слову, на получение дополнительных новогодних выплат рассчитывает всего 20% россиян По данным Центробанка, курс доллара США составляет 60 рублей 66 копеек Евро 63 рубля 48 копеек Цена за баррель нефти марки Брент 57 долларов 15 центов Сегодня в редакции Первого городского телеканала вручали подарки зрителям Трое нижегородцев победили в нашем традиционном конкурсе «Снежинка» Девиз этой новогодней акции прост Украсть свой дом, украсть свой город На протяжении месяца нам присылали различные варианты оформления дома, офиса или школы своими руками От этих фотографий мы, не скрою, и сами заряжались хорошим настроением Кому улыбнулась удача на этот раз, расскажет Екатерина Вологина Яркие гирлянды на окнах, праздничные елки из макарон или ткани и целые снежные городки Наш новогодний альбом на этот раз наполнился двумя сотнями фотографий от наших зрителей В начале декабря мы запустили традиционный конкурс «Снежинка» Его слоган «Украсть свой дом, украсть свой город» Мы получаем очень яркие и интересные работы Нижегородцы начинают украшать свои дома Мы понимаем, что вот наконец-таки праздник начинает приходить к нам Мы тоже заряжаемся этой позитивной энергией Мы начинаем украшать свою редакцию Мы начинаем украшать наши рабочие кабинеты И мы ощущаем то, что вот-вот уже наступает праздник Нам очень приятно, что ежегодно конкурс «Снежинка» приковывает внимание Достаточно огромной аудитории неравнодушных людей Наши зрители украшали не только свои дома, но и офисы, школьные классы и детские сады Члены жюри определили трех победителей Самый главный приз – тур выходного дня на базе отдыха «Ветлуга» Получает наш постоянный участник конкурса «Снежинка» – это Ирина Держите сертификат Мы вас от всей души поздравляем Ирине Куклиной уже во второй раз улыбнулась удача А елочный шар с логотипом нашего телеканала, сделанный руками победительницы, остался в нашей редакции Акция «Снежинка» проходит каждый год Чтобы уютнее стал «Нижний» в Новый год Необходимо было украсить мне свой дом Я выиграла подарок в конкурсе простом Акцию проводит первый городской Потому что он яркий, свежий, твой Всех с Новым годом поздравляю наступающим Здоровья будет, остальное все прибавится В нашем жюри также отметили работу Марии Ливан Она прислала фотографию необычного оформления детской комнаты За подарком ковром от магазина «Енисея» пришел ее муж Я не вмешивался, потому что она творчески подходит И допоздна постоянно занималась всеми этими украшениями Я занимался, детей отвлекал, чтобы ей не мешали Также внимание членов жюри привлекло новогоднее оформление окна от Анастасии Сарвачевой В качестве подарка от партнеров Нижегородка получила сертификаты на посещение ручного зоопарка Гриндорф от торгового центра Рио Я пойду со своей мамой и мы, наверное, будем фотографировать животных и сами получать море эмоций Новый год, пожалуй, самый семейный праздник, когда за накрытым столом хочется видеть только самых близких Для наших зрителей мы подготовили еще один сюрприз – видеооткрытки Свои приветы и поздравления записали наши земляки, которые сейчас находятся в другой стране и будут отмечать Новый год и здесь Здравствуйте, нижегородцы! Хочется поздравить вас с наступающими праздниками и пожелать всего самого лучшего Чтобы был мир в вашем доме, чтобы не было войны, чтобы все ваши близкие были здоровы и чтобы мы и соседи жили дружно И все это время дождества, семьи, друзья, веселые компании, выходят на рождественские ярмарки, чтобы выпить грязвейна, поесть пряник Привет, дорогие нижегородцы! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Да, 2017 год приходит и я надеюсь, всем он нам принесет много радости, удачи, успехов, а главное – любви Все поздравления с наступающим мы покажем в последнем в 2016 году выпуске новостей – 31 декабря в 19.30 Екатерина Вологина, Алексей Корякин, Служба новостей и город Новый год все ближе, а это значит, что всем, кто еще не написал письмо Деду Морозу, нужно сделать это как можно скорее В последние дни декабря написанием праздничной корреспонденции занимаются не только дети, но и взрослые Кто из известных личностей Нижнего Новгорода тоже решил отправить свои пожелания дедушке, расскажем далее в рубрике «Социальные сети» Рубрики «Социальные сети» магазин женского белья «Анебра» Красота в деталях, эксклюзивное белье «Анебра» дарит своим покупателям новогодние скидки до 50% Приходите, Белинского 83 Защитник Нижегородского футбольного клуба «Олимпиец» Сергей Полянин решил отправить Деду Морозу новогоднее письмо Кстати, текст пожеланиями футболиста составил в стихотворной форме Хочу, чтоб научились ждать и верить, чтоб перестали все деньгами мерить Кому конвертик? Дедушке Морозу Хочется верить, что все загаданное в наступающем году обязательно сбудется Под Новый год как никогда хочется верить в чудеса Когда смотришь на выступления нижегородских иллюзионистов, волшебство кажется вполне реальным Правда, немного обидно, что волшебникам нужно работать даже в праздники Отсутствие личного автомобиля не мешает фактористам развлекаться, причем прямо на рабочем месте К счастью, водитель объективно оценил габариты транспортного средства От дрифта на тракторе ни одно припаркованное неподалеку авто не пострадало В физкультурно-оздоровительном комплексе Мещерский прошли соревнования по спортивной акробатике А после мероприятия нижегородских спортсменов ждал приятный сюрприз Перед ними выступили члены сборной России, призеры международных соревнований по спортивной гимнастике Живой пример, самая сильная мотивация для работы над собой Далее эфир продолжит наш традиционный опрос Мы спросили нижегородцев, какими событиями запомнится им уходящий 2016 год Какие ответы услышали, поделимся прямо сейчас Я внучка говорить начала, внук научится неплохо Всех милых нижегородцев с Новым годом Любите свой город, ухаживайте за ним И не бросайте всякий мусор в разные подъезды Я сдала зачет наконец-то и очень рада Поздравляю всех с Новым годом Желаю счастья, любви, удачи И всем сдать зачет, конечно Первый раз ездил в Абхазию, очень понравилось Поздравляю нижегородцев с Новым годом Желаю успехов и всего хорошего вообще У меня теперь каждый день яркий Потому что вот детишки, вот с ними И наинтересно И каждый день наполнен событиями хорошими Поэтому 2016 год счастливый, хороший год Таких кардинальных изменений в жизни у меня не произошло Дорогие и любимые нижегородцы И поздравляю вас с наступающим Новым годом Желаю вам здоровья, тепла, любви И всего-всего самого хорошего, светлого и доброго С Новым годом Самое яркое, купили квартиру Начали ремонт Начали ремонт Не знаю, 1 сентября, две четверти Учимся хорошо, без строек Уже хорошо Вообще снег, зима, уже здорово Новый год на носу Поздравляем всех нижегородцев Всех без исключения И область с Новым годом Хотим пожелать всего самого хорошего Конечно, самое главное – это здоровье Счастья, любви Чтобы все были радостные, веселые Чтобы никто не унывал Чтобы у всех все было хорошо И в конце выпуска о погоде Выпуск не со школы телеведущих На первом городском телеканале Елизавета Кощеева расскажет Какой прогноз дают синоптики на завтра Спонсор прогноза погоды Меховая фабрика Елена Фурс Елена Фурс – лучшие шубы России 29 декабря наши предки Внимательно следили за погодой Особенно обращая внимание на имени Если он густо усыпал ветви деревьев Это предвещало теплые святки Ну а по прогнозам синоптиков В четверг днем будет пасмурно Возможно, небольшой снег Температура воздуха составит минус 5 градусов Вечером пасмурная и снежная погода сохранится Столбики термометров опустятся до минус 9 Ну и на этом наш выпуск завершен Мы желаем вам по-настоящему новогоднего настроения Только хороших новостей к концу года И, конечно, всегда оставайтесь с нами На Первом городском Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова